Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 2-4 часа. Спорт для настоящих мужчин-джентльменов. Сегодня международный день бокса. Этот вид спорт особенно популярен в Ингушетии и у многих любителей ассоциируется с такими именитыми спортсменами, как Ахмед Катиев, Ислам Тимурзиев, Рахим Чахкиев, Рашид Кадзоев и Исмаил Ильиев. Ингурские боксеры навсегда вписали свои имена в спортивную историю страны и мира. Успех был и будет. Стимулов для этого молодежи много, а условия совершенствуются с каждым годом. Этот день по праву признан международным и отмечается в 205 странах, участников Международной ассоциации бокса. До 2021 года дату отмечали 22 июля, но позже перенесли на август в честь первого чемпионата мира, который проходил в 1974 году в эти дни. Ингурские спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на 12-й летней спартакиаде, учащихся России под дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Соседания проходят с 25 и по 30 августа в Армавире. В соревнованиях принимают участие более 600 спортсменов из 67 регионов страны. Первое место заняли Мухаммад Талди весит до 66 кг и Рахим Хамхой весит до 60 кг. Серебро Муслима Катиева весит до 66 кг. А бронзу завоевал Ахмед Камурцоев, он выступает в весовой категории до 73 кг. Аслан Газиков стал чемпионом на российском турнире по пауэрлифтингу. Открытый фестиваль на призы чемпиона мира Руслану Кунашеву прошел в Нальчике. Газиков показал лучший результат абсолютной категории в дисциплине становая тяга без экипировки – 322,5 кг. Минспорт Ингушетия будет сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов по республике. Вопрос относительно взаимодействия двух структур обоговорили во время встречи министра Руслана Белхароева с представителями управления ФССП. Цель совместной работы – донести до молодежи Ингушетии в значимость спорта в жизни и приобщение к регулярным занятиям физической культуры. Накануне по инициативе известного телеканала «Конный мир» прошла онлайн-конференция на тему развития конного спорта в различных субъектах страны. Участником обсуждения стал и министр по физической культуре и спорту Ингушетии Руслан Белхароев. Спортивные деятели и работники региональной федерации конного спорта поделились своими идеями, направленными на популяризацию спорта среди всех категорий населения. Особое внимание уделили проблемам, с которыми сталкиваются те или иные субъекты. И путем их решения важной частью мероприятия стало обсуждение деталей проведения с 24 по 29 сентября в Кабардино-Балкарской республике. Кубка дружбы народов Кавказа по конным пробегам. Команда Ингушет из Ростова одержала важную победу в 20-м туре высшей лиги ЭВО Ростов, переиграв лидера чемпионата КТМ со счетом 5-3. Мурат Расулов оформил дубль, голы также забили Ибрагим Албогачиев, Магомед Запирчан-Каев и Ибрагим Шахбанов. Ассистентский хэт-рик сделал Адам Медаров лучший распасовщик лиги. Ростовский Ингушет одержал 14-ю победу сезон и занимает вторую строчку, отставая всего на бал от КТМ. Впереди еще два матча с Неоном 31 августа и Прайдом 7 сентября. Для победы в чемпионате ангушетовцам необходимо выиграть оба матча и надеяться на осечку главного конкурента. В Черкесске прошли межрегиональные соревнования по плаванию среди команд МЧС России по СКФО. В возрастной категории 50 плюс отличился наш земляк, огнеборец 12-й пожарно-спасательной части Малгабека, Султан Боков. Завоевав серебряную медаль, Султан упорно тренировался и достойно представил Ингушетию на этих соревнованиях. Поздравляем Султана с заслуженной наградой и желаем ему дальнейших успехов. Это были все спортивные ноуты на сегодня. Спасибо за внимание.